Всем привет! Сегодня делаем шкив из алюминия на Пакжеро 4. У меня шкив кончился. Вот родной шкив может до таких пор сточился, что тяни-не тяни, а нифига не получается. Ремни уже глубоко очень провалились. Кому интересно, блин вообще еле открутил уже вот этой тормозухой короче отмачивал. Гайка есть обычная, с обычной правой резьбой, просто надо посильнее стукнуть. И шкив внутренний диаметр 17 миллиметров. Вот так вот он почему-то болтается, не знаю почему. Короче без шпонки, без нифига вообще стоит. То есть будем делать из алюминия шкив. Был у меня такой здоровый блинчик, пришлось его вырезать, но так как жалко стружку извоить. Вот таким резечком делал. Это метчик переточенный, сломанный. В принципе вот такая фигня получилась. Толщины немножко не хватает, вот здесь у меня приливчик есть. То есть этот приливчик сейчас я алюминием здесь наварю, сделаю такую блямбочку. Будем протачивать. Вообще оригинальный юрлик стоит 7000 шкив. Вообще ценьки космические, не знаю, из золота что ли. Обычный железяк, который офигенно стачивается. Вот наварил среди аргона алюминий, так как немножко не хватало высоты. Теперь все хватает. Сейчас будем протачивать. Какой план? Фиг знает какой план. Сзади местное возьмем, торцанем, просверлим, расточим. Сейчас по ходу действий посмотрим. Что поехали, делаем базу. Обороты 500. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Подаю по индикатору и раздачу. Мелким резечком. Подаю по индикатору и раздачу. Мелким резечком. Диаметр на самом роторе 17 минусе 2 сотки. Я сделал 17 ровно, то есть плюсе 2 сотки. Ну все он зашел. Офигенно. Что теперь делаем. Точим оправку. Ставим шкив на оправку и делаем ручьи. Вот нарезал резьбу. Сделал оправку. Не вытаскиваю ее из патрона. Устанавливаем будущий шкив или шкив. Вообще кому как угодно. Все классно. И закручиваем. Кстати родная гайка. Резьба М17. Шаг не знаю какой. Ну короче капец. Я на 16 зафигарил. Это не по резьбе она закручивается. Просто так. Вот 17 шаг полтора я короче вытачил. Ну вернее протачил резьбу. И уже вот ей мы подтягиваем. Ну и центром поджимаем. Так. Будем использовать вот такой ГОСТ. Не знаю правильно или неправильно. Для шкивов. То есть у нас шкив диаметр 75 миллиметров. Но до середины у нас вот это ДП. То есть у нас получается от 50 до 71. По центру. То есть 34 градуса у нас получается. Ну и все как бы относительно. У нас получается сечение ремня Z. То есть ВП должно быть 8,5. То есть вот это расстояние отсюда до сюда от ВП должно быть 8,5 миллиметров. Я ремень померил. И он как бы так и получается. То есть он сам к себе 10 миллиметров. А вот по центральной части должен быть как раз да там 8,5 миллиметров получается у нас. Вот. Значит у нас по идее ремень с профилем Z. То есть H у нас 7 миллиметров плюс 2,5. То есть вот это расстояние отсюда до сюда 9,5 миллиметров. А ремень у нас весь. Толщина 8 миллиметров. У кого вроде все совпадает. То есть делаем вот по этой таблице, по верхней строчке все размеры. То есть что-то неправильно пишите в комментах, правильно я делаю или нет. Ну и с другой стороны так же. Аккуратненько. Мерим угол. Крезец меня себе выточил. Получается 17 градусов. 18, 18, 34 и будем вот таким листом еще профиль делать все шкив готов можно снимать в принципе получилось офигенный шпиот полюбасик вам легче не знаю как насчет стачиваемости конечно мне кажется если не допускать ослабление ремня то ходить он должен по идее долго я так полагаю и чик капец страны резьбайник 17 шаг полтора совпадает шикарно что собираем вот такая красота получилась ремешок прекрасно сюда ложится немножечко торчит как должно быть старый шкив так новый все классно а да размеры размеры если кому-то надо диаметр у него получается 70 четыре с половиной ширина 28 29 вот этот вот выступ так диаметр 26 вот туда углубление относительно торца 10 миллиметров а относительно вот этой части сейчас я скажу так у нас вот это вот 3 миллиметра то есть вот так если положить 3 плюс все относительно плюс миллиметр короче 4 миллиметра вот отсюда вот досюда 4 миллиметра так вот это расстояние ну здесь в принципе только чтобы гайка закрутилась так глубина на мало ли кто-то будет точить чтобы не снимать шкив 17 миллиметров и вот этот тот диаметр почти 40 миллиметров тут плюс-минус как бы все все размеры я сказал глубина здесь у нас получается 10 миллиметров 10 миллиметров 10 миллиметров здесь у нас почти 10 9 с половиной здесь еще фасточки все собираем закручиваем без шпонок без всего я сначала думал блин что за фигня не мог открутить короче стал прокручивать шкив я за шкив прям в тиски зажимал оказывается тут ни шпонок вообще ничего нету тормозухой залил все отъело сильнее щелкнул и все открутилось потом еще может потянуть к ремни натянутся но в принципе самозадек но с чего у нас получилось все классно короче аргон вещь если что-то надо можно наплавить приварить приплавить без делать вот такую штуку надо еще на ремни здесь кому-то тут понадобится VX10 950 лат иначе такое ну ремни вот такие не размеров короче ни фига надпись какие-то есть что такое нет вису друзья понравился видос ставим лайк подписываемся на канал всем спасибо за внимание до свидания субтитры надпись